Объем финансовых нарушений уменьшился в два раза. Контрольно-счетная палата проверила деятельность муниципальных учреждений и предприятий. Об этом специалисты отчитались на заседании городской думы. Подробности в сюжете Екатерина Ковальчук. Городской бюджет немного в плюсе. Саратовская казна увеличится по доходам на 23 миллиона рублей. Еще 455 миллионов поступили от фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья. 100 миллионов из областного бюджета потратят на ремонт городских дорог. Глава Саратова выразил сомнение в объективности недавней проверки состояния дорожного полотна, проведенной Общероссийским народным фронтом. Проверяющие не консультируются с муниципалитетом, поэтому не знают, что 2-3 года назад ремонтировался лишь какой-то участок улицы. Ребята, прежде чем мы такие документы брать, сначала встретимся с нашими специалистами, они вам покажут, расскажут, дадут схему, которая прилагается к смертным работам. Вам будет все ясно, четко и понятно. Четко могу сказать, что у нас, во-первых, разработана грамотная технология, и не только технология, как производство своего, самого асфальта, но и материалы, которые применяются по этой технологии. Мы целый год ее отрабатывали, она у нас проверялась целый год. Мы ее отработали, мы ее сегодня применяем. Эти дороги, которые по этой технологии сегодня у нас в городе сделаны, они все стоят даже без гарантии. Довольно жестко на заседании говорят о нарушениях, допущенных при расходовании бюджетных средств. Контрольно-счетная палата проверила за 2014 год деятельность 22 муниципальных учреждений и предприятий. Финансовые нарушения на сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Вот результат ревизии. Конечно, наибольшее беспокойство вызывает нарушения, связанные с нецелевыми расходами бюджетных средств. И хотя объем, в общем-то, 0,1, те не имеют такие нарушения, имеются. Поэтому здесь муниципалитет занимается самую жесткую позицию, внимательно смотрим такие вещи. Депутаты высказали ряд предложений по вопросу увеличения доходов городской казны. Уже несколько лет штрафы за нарушение ПДД по решению областного правительства уходят в региональную казну. Хочу еще раз обратиться к Комитету по финансам. При планированном изменении все-таки писать запросы правительства области о пересмотре данного вопроса и возвратить неналоговых поступлений в виде доходов штрафа административных в бюджет города. Также на заседании Гордумы депутаты вносят кадровые изменения. На должность заместителя главы администрации Саратова по социальной сфере согласована кандидатура Игоря Молчанова. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.